В Архангельске сегодня два крупных события. 14-й Поморский строительный форум и 15-я выставка СтройЭкспо. В их работе принимают участие более 300 представителей отрасли. И темы самые разные от жилищного строительства до новых технологий в стройиндустрии и изменения в законодательстве. Артемий Заварзин с деталями. Что нам стоит дом построить? При современных технологиях и возможностях инвестирования вопрос вполне решаемый. 300 тысяч квадратных метров жилья возведено в регионе в прошлом году. Наибольшие объемы в Архангельске, Северодвинске и Котласе помогают то, что административных барьеров для застройщиков становится меньше. Можно сказать о том, что сегодня разрешение на строительство по оформлению продолжительности этой процедуры снизилось практически в два раза. То есть это основные вещи, которые сегодня проводят все уровни власти. Но как было отмечено на пленарном заседании, Новый год принес новые вызовы. Так с 1 июля компании будут строить за свой счет, вернее на кредиты. Изменения в федеральном законе призваны защитить права дольщиков. Застройщики не смогут получить деньги до передачи квартир покупателям. Средства граждан будут храниться на специальных счетах в банках. На территории нашего региона работает подразделение 13 кредитных организаций из этого перечня. При этом 10 из них сообщили Банку России о готовности взаимодействовать с застройщиками по вопросам проектного финансирования. В банковское законодательство внесены изменения, которое позволяет банкам определять размеры формируемых резервов и ставки по кредитам застройщикам с учетом эффективности строительных проектов. Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» – у него, кстати, свой стенд на выставке форума – занимает первое место по объемам строительства в регионе. К новеллам в законе здесь готовы, хоть и отмечают, переходный период будет неопростым. Это, наверное, самое сложное – пройти этот период и дальше уже выходить на цивилизованное банковское финансирование. Обратного пути нет, законодательство уже не поменяется, это уже понятно всем, поэтому нужно нашим застройщикам находить, так скажем, и пути реализации своих проектов уже в новых условиях. В новых условиях будет развиваться и строительство в Архангельске. В центре внимания на форуме «Генеральный план города» идет первый этап его переверстки. Задача – сохранить историческое наследие, возвести новые инфраструктурные объекты, при этом грамотно вписать в документ проекты по благоустройству. Один из постулатов, который в градостроительную документацию должен быть заложен, это развитие тех территорий, которые высвобождаются в рамках программы переселения. И сейчас мы стараемся, чтобы территории развивались комплексно, а именно так, чтобы можно было планировать квартала в целом и предлагать сегодня инвесторам от строительства. Разговор сегодня шел и о нацпроектах. Один из них – «Жилье и городская среда», которые в числе прочих предполагают расселение аварийных домов. Финансирование для региона на ближайшие пять лет составит свыше 20 миллионов рублей. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, «Регион-29».